СДЕЛАНО В ВЕТКИ СДЕЛАНО В ВЕТКИ СДЕЛАНО В ВЕТКИ СДЕЛАНО В ВЕТКИ придавались значения снабжению, продуктам, но тем не менее эти огромные очереди бабок перед открытием магазина в обед, перед открытием толкотня указ за чем-то дефицитным, если пельмени, сметану, атлеты. Это великое выражение, по-моему, как раз оттуда. Вас здесь не стояло! Это вообще такое классикой стало. Сосиски вообще не продавали. Сосиски выдавали по байкам у меня. Мой дядя был за домом политпросвета, где у нас сейчас инженеры в музее Виангелу. Ему выдавали сосиски. Он иногда делился и на свадьбу дочери. Так можно было в Москву за сосисками съездить. В 78-м сосиски. Вроде еще резиса не было, но вот это гниение Брежневского застоя, оно уже ощущалось. Власть стремительно дряхлела, если, конечно, и в армии, там и в институте доставали эти политинформации, надо было материалы съездов инспектировать. Ну, зачем инспектировать? Вот Брежнев стремительно старел, говорил плохо, его пародировали на ухнях, напосидел, всякому не лень. А с другой стороны, вот этот официоз стал очень навязчивым. Ульт Брежнева в 78-м году он, по-моему, достиг апогея, или писатель полиобус Азала Апофигея. Апофигея, да. То есть, в 78-м наградили Прешним Орденом Победы. Да, который был изначально сделан как для высшего командного состава, да, который участвовал именно, то есть, в стратегических операциях. Ну, и во всех последующих редакциях романа «Воспоминания Жукова», вот роль Брежнева заместно стала возрастать, да. Вопрячилась, видимо, чуть ли не под личной его редактурой, там, или его жены, говорят, вот, что чуть ли не Жуков заезжал посоветоваться к полуне у Брежнева. Ну, да, конечно. То же самое, что, вот, например, там, скажем, директор завода зашел бы в охране, а посоветоваться ему, внедрить новую продукцию, да, да, новую продукцию внедрять. Ну, и в стране появился новый писатель, фамилия его, тоже была, Брежнев. Он в 78-м появился? Вышел в 78-м году роман «Целина». Ну, скорее не роман, все-таки повесть, мне кажется, такая. Ну, повесть, одна часть трилогии, вот, ее тут же заставляли в институте, помню, конспектировать, на политинформациях изучали, и все. В общем, вот это перевешивало. Это другое измерение. У нас была музыка, у нас была своя жизнь, это было, там, правительство на другой планете живет, вот, а тут он переселился на эту планету и стало все очень навязчиво. Но с другой стороны, уйди, вот, Брежнев, в 78-м, самое время, вот, до Афганистана, был бы, примил и старичок, но как-нибудь ему, эту, Прагу, 68-й год, ну, забылось бы там. Ну, по крайней мере, да, как-то так, не дошло бы до такого маразма. и вот дальнейший маразм, это вот войск в Афганистан, и все, как-то значительно подпортило биографию. Вовремя надо уходить, я считаю, нашим правителям. У нас как-то в России это не очень принято, но что делать? Ну, тем не менее, все равно это было-было, и жизнь продолжалась, я думаю, что и многое хорошего было, год был очень разноплановый, в этом году отмечали и 60-летие в ЛСМ, мы еще, наверное, комсомольцами были, хотя это особо... У меня как раз получилась интересная штука, меня когда забрали в ряды советской армии, у меня по дороге потеряли документы, в том числе комсомольский билет, и я как бы числился комсомольцам, все числили по автомату, но билета у меня уже не было, и когда я вернулся через два года, я его не восстанавливал, то есть я тихонько из этой организации выбыл, поэтому у кого-то 78-го у меня такой переломный стал, но у меня это стало не так. У меня даже в штампе взносы две опеи уплачены были. Но в этом же году был запущен космический корабль «Союз-28» с первым международным экипажем в рамках программы «Интеркосмос». Интеркосмос, да. Страна готовилась к Олимпиаде, уже продавали Олимпийские сувениры у нас в армии. Постоянно приходили, даже на заставу там добирались письма, видимо, от вербовщиков предлагали ехать строить объекты, Олимпиады в Москву. Вроде давали по лимиту потом прописку. Хотя маловероятно, но у нас никто не поехал. А нас припрягли поработать у нас по соседству с дивизией. Был такой богдановический фарфоровый завод Свердловская область. И там как раз уже начали изготавливать сервизы олимпийские вот эти вот с мишкой. Я как бы лично участвовал в их изготовлении. Ну, на облике там, на тезовой работе. Все для страны это было событие, хотя два года еще было до Олимпиады, но тем не менее. Ну, и в стране снизились цены на телефон на удивление. Повысились цены на золото и кофе. Ну, стояли очереди, конечно. Ну, и книжки покупались у... Ну, книги покупались либо у фарцовщиков, либо уже книгообмен возник официальный. Помнишь, это Букинистя был? Где книги уже были разделены по категориям, и можно было там... Ну, я хотел... Взяв одну книгу у фарцовщиков, поменять на ту, которая тебе нужна уже там официально в книгообмене. Да, я хотел чуть позднее об этом, но раз зашло время. Да, многие помнят старый, уютный Букинист. Конечно, там 80% было макулатуры, вот, и сейчас, наверное, на развалах. Нет, если там было Парыц, там можно было найти всегда интересные книжки. Категория А, это Суперлюз, там считалось потом первая, вторая, третья. Книги стоили, конечно, были по спекулятивным ценам, там продавались официально. Стал мега-гиперпопулярным писатель Пиколь. Он был на расхват. Вот все романы, которые вышли в 78-м году, это «Пером и шпагой», «Слово и дело», «Битва железных канцлеров» и тому подобное, «Рессера роман» и «Последние богатства». Он печатался в журнале, вот я сидел в армии, дежурил ночами, я читал это богатство, и вот сюда вели, был писатель. Но он шел по-другому времени культу, на смену предыдущим культом это была Анжелика, Сержа Гулон со своей Анжелики. Анжелики тоже остались там на верхней полочке. И где-то в этом или не в этом году вот была у меня мысль всегда, я был библиоманом, наверное, была мысль собрать, и у меня собрано полное прижизненное собрание сочинений Пикуля, и я купил у спекулянта огромный толстый роман, самый первый Пикулевский, это Эанс и Патруль, упил его за 30 рублей. Вот спекулянта я нашел, были собрания буинистов в Докашине, собирались там, менялись книгами, но и продавали. И под проливным дождем он назначил через день точку встречи возле 1 мая, из-под полы принес книгу, упакованную, все вот. Я начал ее читать, такая дребедель, и первые романы будущих великих писателей, наверное. Ну, это тоже никогда не угадаешь, у некоторых великих писателей первые романы самые крутые, такое тоже бывает. Но тем не менее, факт был факт. Вот. Ну, в общем-то, благое дело, тратить деньги на книги, хотя была масса развлечений, развлечений в Ирове в ту пору, в 78-м году, было не так уж много, в 8 часов закрывались магазины все промтоварные, пустели улицы, в общем-то, пойти, ну, куда было, только работали у нас 5-6 ресторанов в центре города, вот, из элитных считалась Россия, тройка, наверное. Ну, тройка как раз только-только открылась, она ведь открывалась-то как ресторан при обкоме в ЛКСМ, я это прекрасно помню, и там сначала был такой, знаешь, отбор культурной программы, там было какое-то ревью, что-то еще, но он довольно-таки быстро превратился в самый обычный ресторан, ну, хороший, хороший, он в то время был хороший кабачок, я жил прямо напротив, Ну, вятка-то более-менее, это всегда была немножко столовая такая большая, да, из-за стойных считалась юбилейная, юбиляха, да, и хуже еще комета была, ну, комета-то как бы такое с кафе комета, все-таки без жанра, без надписей ресторан. И с новых течений открылся пив-бар, это было новое веяние, 70-й, Карла Маркса, ой, на Аккябрьском, на Большевиков, а на Большевиков пив-бар открылся, точно, вот это, там до последнего времени что-то было, какой-то бар СССР, а сейчас даже не знаю, что там, это девятиэтаж, я понял, понял, я понял, да, вот пив-бар, там надо было покупать заранее талоны, приходишь, там наборами там подавалось, там сухарин и рыба, ну, дребедень, конечно, но под занавес пускать всех, и вот это пиво безумно разбодяживали, видимо, сливали все там, все недопитое, что можно, вот народ просто без талонов, который шел, разводили водой, добавляли соды зачем-то, для пены, не знаю, чтобы пенилось с этой бурдой, но тогда, не забывай, перебои-то были ведь из пива в том числе, потому что прекрасно помню, как эти странствия из угла в угол, там в какой бане продают, я слышал, в дурнях продают, поехали в дурни, там едем, было такое, да, многое, по-моему, того же времени была поэма «Северная надбавка», «Соска по пиву», да, 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 дефициту пива, помню, да, мечтали хотя бы о баночке, ну, что же было в мире в этом году, вот, ну, все, конечно, основные события происходили где-то далеко, на отшибе, нас там, видишь, как вот, Жень, опять же, говорить на отшибе, смотри, вот, да, вот, очень многие события, которые как бы на отшибе происходили, и мы на них внимания не обращали, они потом очень так это эхо большое дали, да. Вот и насвоило сейчас, это на отшибе, но что там происходит, велосипедия. Так нет, если брать тот же год, то как раз вот взять, вспомнить Афганистан, ты уж сегодня упоминал его, как раз в Афганистане произошла революция очередная, да, апрельская революция, через месяц там представитель Афганистана уже приехал в Россию помощи просить, и в итоге, сам понимаешь, чем это обернулось для Советского Союза, в том числе, там через пару лет уже войска ввели. Я помню про Афганистан, тогда произошла, в общем-то, даже не революция, ну потом назвали, революция, обыкновенный военный переворот, к власти пришел Нур Мухаммед Тарае и Народная демократическая партия. Ну вот, а в целом, на отшибе, это я имею в виду Боливию, Уругвай и Гондурас. Ну да. Недавно я прочитал, что в Гондурасе уровень жизни, уже превысил уровень жизни в нашей сегодняшней России, а тогда там был полный мрак, там где-то произошел военный переворот, пришел какой-то, кто его сейчас помнит, Полиарпа, Паза Гарсия, и страна стала популярной, вот и корни фразы не ту страну назвали Гондурасом, как раз родом из 78-го года. Вот, а Гондурас-то смог. Или вот опять же, да, в том году, вот я тут просто прочитал перед эфиром, значит, Китай начинал портить отношения с Вьетнамом, в итоге, вот я как раз в армии был, да, начался конфликт вооруженный между Китаем и Вьетнамом, чуть позже, а тогда они просто отозвали всех своих рабочих, прекратили договор о помощи, как бы, на это смотрели, а потом нам всем говорят, пишите заявление, там, мы все писали заявление, прошу там, направить меня на защиту, там, демократической республики Вьетнам, и ведь у кого-то эти заявления удовлетворяли, кто-то даже поехал туда, за вьетнамцев, биться, вот, то есть тоже, вот это понимаешь, их там нет, и были, и там, и всюду, но, вот это было и в прошлом году, в 77-76, вот это копошение, войны, стрельбы, теракты в мире, поэтому они шли фоном, как-то вот на сознание, не влияли, для Советского Союза, для закрытой страны, конечно, это было все равно, что-то где-то там происходит, где-то на Луне, что-то происходит, но вот такой интересный момент, что, оказывается, в 78-м году в США возраст выхода на пенсию повысили, внимание, с 65 до 70 лет, вот так-то вот, но это было тогда, интересно сейчас, какой-то был выход, но там и пенсии были другие, и уровень жизни уже тогда, я думаю, был другой, Чаплин, который умер в прошлом году, был похоронен, Астан, его были похищены из могилы в Швейцарии, вот, конечно, помнят сейчас многие историю, что террористы в Италии, террористы из красных бригад похитили бывшего премьер-министра Италии, Альдомора, убили, нашли в машине, там где-то, ну, и боевые группы, совершившие убийство президента Северного Йемена, убивают президента Южного Йемена, вот, интересно, что за бригады, по президентам специализировались, ну, загадка года была, на мой взгляд, до сих пор, там, слухи ходят разные, что Папой Гримс им стал итальянский кардинал Бино Лучани, который взял себе имя, Иоанн Павел Первый, и Папой, очень как-то меньше месяца, и почему-то внезапно скончался, там была официальная причина, сердечко, но есть разные, слухи до сих пор, и взошел, кстати, туда на престол, Карасполяк, да? В Итайе добили хунвейбинов к 77-му году, пересажали последних, это я для примера, нынешним российским хунвейбинам, и после разгрома банды четырех принимается новая институция, в общем, Итай встал на другой путь развития. Нет, ну, они как встали, они встали на другой путь развития, но при этом они оставили мало как икону, да, то есть, как бы все, и до сих пор у них мало как икона остается, то есть... США Красовки составили половину всей продаваемой обуви, а у нас еще в 70... По-моему, слово такое не в ходу было, ну, было, было. Я не помню, но они, скорее всего, уже были, ну, может, как-нибудь полукеды назывались, или как-то еще... Нет, вот когда ездили по путевкам куда-то, привозили Красовки, были такие неубиваемые синие Красов и Томис, тогда вообще все было неубиваемое, ну, и трагедия в результате массового самоубийства члена всех инородных рам, руководимой неим Джимом Джонсом, погибают 911 человек в Гаяне. Ну, вот, все это и сотрясало тут мир-то. Ну, француз и ученый сделал шнурс-арт, наверное. Который до сих пор еще, слава богу, жив. Да-да-да. Вот. Ну, на самом деле, вот я тоже почитал эту мировую повестку, она такая вся очень далекая, как будто бы от нас далекая. Вот, в Иране революция произошла, Аятала Хамени пришел постепенно к власти, Иран сменил ориентацию, и это вот как раз до сих пор опять же аукается, вот эта позиция Ирана среди других стран там мусульманских. А вот, честно говоря, пришел я из армии в 78-м, и вот настолько мне вот далеко и фиолетово были все эти гонгурасы, перевороты. Нет, ну, понимаешь, все равно, вот я вспомнил, ведь тоже как раз полпот начал уже падать в Кампучи, и уже стало ясно, что это за бригада там Красная Кмера и все прочее, ведь это в фольклор то вошло до сих пор, что-то осталось, помнишь? Я даже не принадлежал тем, что на кухнях обсуждали политику. Вот, я тебя замучаю, как полпот Кампучи, вот это же было, это все равно появилось из-за того, что люди смотрели телевизор про эту Кампучию с непроизносимым словом, была Кампучия, там, трудно сказать, вот, все равно это как-то в фольклоре запечатлелось. Ой, мы так даже в 78-м году Солнечный берег болгарский, который потом в 90-м году стал в России продаваться больше, чем делалось в Болгарии. Ну, еще про СССР тогда поговорим. Конечно. Я думаю, успеем. Что же у нас в 78-м случилось, кроме того, что Брежнева наградили орденом победы. Поцелуи, анекдоты. Анекдотов было много, да. Начать анекдоты мы до конца эфира будем вспоминать о анекдоте про Брежнева, но скандал года был, да. Южный рейс и Боинг 707, который якобы вторгся в воздушное пространство СССР, был поврежден советским перехватчиком и совершил вынужденную посадку в районе города Эм. Эм – это Белое море, Архангельская губерния. Ну, был я в этой Эми. Оттуда на Соловьих катера туристов возят. Ну, где-то там сел, но вроде тогда без жертв как-то обошлось. В этом же году в эфир вышел выпуск сатирической музыкальной программы «Смеха». Ведущим был поэт Иванов. Вот хорошая была передача. Парадист прекрасный, кстати, Иванова был. Хорошая была программа, она долго держалась. До сих пор ее, кстати, крутят. Я соль, смотрю. Ну, вот и в целом, с одной стороны, конечно, когда отсутствие новостей. Это тоже хорошая новость. Поэтому застой он и есть застой. Ничего не происходило. Собственно, пересмотрел я все новости и вот настолько они имел и, и незначимо, что даже, собственно, не о чем поговорить. Ну, и в Ире, поехали в Ире, тогда в 78-м году стояли вот народ всюду. Просто не думал о дальнейшем. Все равно же были годы вот спады и это подъемы, строительство там поменьше что-то, строили Отецкий проспект, затихло все это. Ну, спад, спад. Думали, ну, там что-то у нас пропадет. Дальше лучше. Ну, дальше, дальше, что было уже, стало понятно скоро. Но после юбилейного, прошлого года, 77-го юбилейного, почему что? Ну, революция, да, 17-го года считалась история, да. Там, когда сдали диораму, цирк, там еще что-то было, тоже затеящее, видимо, финансирование, конечно, резко сдулось. И единственное, что было построено, это ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения. Вот, вот не знаю, это что сейчас она называется. Только это где, где это? Что имеется в виду? Ну, не знаю, в 78-м. Ну, и маршрут 9-го троллейбуса продлевают ДТЦ-4. да, там тогда еще пустынная улица Луганс. была-то. Ну, там, нет, там уже мы эти самые застроили, вот эти вот, хрущевскими домами-то такими, но, конечно, не в том масштабе, как сейчас. Там такое еще было окраина все равно. Да, тем не менее, все это и рабочих на ТЭС. Рабочих и на ТЭС. В основном же сеть транспортная была рабочих на заводы возить. И если раньше, я помню, стоишь возле проходной большого завода, премьера Ави, ты оттуда волнами народ валит и валит. И наоборот в 5 часов ты оттуда фиг уедешь. То теперь я бы стоял с этого же завода там 20 минут и сосались. Ну, сейчас, конечно. Ну, это я тайны уже рваю военные. Видимо, за счет производительности труда. Безусловно, изменилось в это время очень многое. В этом же году, конечно, Ира в 78-м лишился своего старинного культурно-архитектурного символа. Был снесен старый Ализей. Я помню, в 78-м году когда были заколочены вот это ворота, был там сделан деревянный такой заборчик и написано, что инотеатр зарыт по техническим причинам. Потом брали по техническим причинам. У меня фотки сохранились буквально перед вот уже самым сносом забредали. У меня остались фотографии зимние как раз еще перед армией. Я еще такой длинный волос был. все его любили. И там просто кинотеатр закрыт. Вот так такая таблица на заднем фоне. Ну, по техническим у меня в памяти. В принципе, все его любили. Он это не ощущался вот даже в 76-м еще там, что он обветшал, что он находится во варийном состоянии. Тогда вообще деревяшек в городе много было. Он не особо выделялся от чего-то еще. В этом же году от Орла Марса ее фактически вот только на месте там мэрии. Дальше деревянные дома. Вот где Биахим института там уже было построено. Это же все вот менялся. Там деревяшки были очень много. Деревянные улицы. Ну, снесли, вот сносили медленно, разбирали. Конечно, вот мало фотографировали разборно. Сюда из 1913 года и на театры. Многие помнят и росписи на потолке, и буфет с плюшками, с печеньями, языками, слоеными, где газировку с сиропом продавали почему-то в Ализея. Доливали сироп из высокого стеклянного цилиндра. Жос и Остулья. Свери собирались. Нет, ну, это уютный был, уютный был кинотеатр, и я с удовольствием в него ходил, я помню прекрасно это все. Никаких вот ощущений, что я куда-то в развалины пришел не было, наоборот, было интересно. Вот на фоне других, более новых, особенно. Запущенный с вери был, где собирались, называли хипаны, на самом деле меломаны, с пластинами, но уже из вери захерел. Вот, а потом и дома снесли, вот были ранние дома по улице Дрелевского, тогда еще, вот, загадка до сих пор не дает покоя. По-моему, предпоследний дом имел уникальное железное рельцо такого местного литья, чугунные узоры, вот это железное рельцо, то есть дом тупо снесли, а вот куда же рельцо делось? Металлогом сдали, господи, тоже удивлялся. куда же делись такие же красивые чугунные литые фонари, которые были перед залом, но это было чуть позднее. Жень, давай сделаем небольшой перерыв, да, соберемся с мыслями, через полторы минутки вернемся. Сделано в ветке. Продолжаем наш разговор, напомню, в студии Николай Голиков и Евгений Питонин. Мы говорим сегодня 1978 годе, вот так вот перебрались на родную Кировскую землю. видимо, это неторопливое повествование. Неторопливое, потому что, как мы уже в самом начале сказали, особо-то ничего и не происходило. Жизнь текла, а вот именно такое свойство застоя, да, то есть как бы вроде все живут, вроде еще на что-то надеются, а события вот так вспомнить не особо, да? Ну вот ассоциативно я вспомнил про рыцо чугунного лития, которое пропало после сноса домов, после сноса лизия и домов, которые были рядом, дома чуть позднее снесли и сразу цепочка подобных случаев, вот была у нас загублена уникальная дубовая мебель в аптеке Бермана, это аптеке на Ленина, на Николаевской, называлась сейчас, говорят, ее закрыли, вот просто тупо закрыли на реконструкцию эту, туда просто люди шли вот на пляж, на старый, обратно просто заходили полюбоваться на дореволюционные там очень красиво было интерьеры, а потом говорят, что просто всю эту мебель ее тупо свалили в сырой подвал, а там подпасовец и долго белили, красили, там штукатурили эту аптеку, она просто сгнила, ее просто выбросили. Так это что удивляться, понимаешь, я вот когда про ту же решетку заговорил, тогда к этому относились просто Был магазин табаки, вот в 78-м он еще был возле магазина оптики на Ленина, там тоже заходишь, был на удивление, такой табачный дух настоящего стоял, тоже были красивые, дубовые, отличные, древолюционные прилавки, вот нету, не стало. Списали как малоценку, что и уничтожили. И переехали в красный уголок, вот не было уже этой мебели, ну да ладно, что там, были, были это и, но, ну закрыли Ализии, но тем не менее все в джинсах, я уже говорил, что в прошлом году начался джинсовый бум, джинса уже была по 200 рублей, под 300 уже даже шло, под 300, под 300, там с какими-нибудь, знаешь, завитушечками там, все от 300 объявляли. 250 нулевая шла, конечно, не достать и все, а также новая веяния, моды, длинные волосы уже не актуальны, год переломны, волосы уже стригут, ну не на голы, конечно, но все это и более аккуратно. Вышли из моды брюки, Леш, носят дудки с арманами хулигана, это вот, когда можно было, и почему-то назывались хулиганы, это и шузы, ботин, и на платформе меняются на остроносы, это, ну стиль панк, конечно, входит в моды во всем мире, вот насколько я помню, до оранжевых эзов, когда не дошло. Они появились в 80-е уже только, а в те годы нет. То есть, как бы люди уже, условно говоря, про панк знали, панк-музыка уже проникала, альбомы уже появлялись, панк-групп, но вот именно стилистика панковская пока не прижилась. Ну и как бы было сложно, не забывая, что страна была по-прежнему еще под партийным руководством, это, конечно, не приветствовалось. Если с лешами там, если в Москве там, например, носили, леш там 20 на 30, там 35, то в провинции носили там чем дальше, от столицы, чем шире и до полуметра. С этими спанк-группами не получились, у нас бы просто не поняли бы. Ну, в 78-м вошли в моду рубашки батни, и это рубашки на кнопочках. Вот. Слово вошло в такой водоход очень активно. И появились тан-эры, конечно, импортные, тан-эры, это обычная урт из плащевой тани, утепленная, не помню, на синтепоне или не было синтепона. Синтепона, по-моему, не было еще. На ватине с толстым воротником, который вот на молнии. Все это, конечно, доставалось либо по блату из-под прилав, либо через знакомых францовщиков, а большей частью покупалось на толкуче или на барахол и в чижах. В чижах работала вся барахолка, и за джинсами туда же ездили, и за батьниками, и за кутками, и за танкерами. Стало место народного паломничества. Очень бойкое место в тот год это было. Особенно выходные, поутру все автобусы в сторону Новоярска, и туда все были. В сторону Чижевска, да. Поутру переполнены, там было уже от областной больницы не втиснуться. Все это ездили. Ну, обычные рубашки приталивали, мода была, с 1978 года приталивали, были розовые модные рубахи или розовые, и ходили, отворотив вот манжет на один загиб такой, чтобы не застегнуть на пуговицу. Ну, покупали обычную рубашку, мама там на швейной машинке дома ее быстренько прострачивала, получалось. Погнали. Ну, фигура позволяла. Ну, а женщины вот мне сказали, мало, все о мужиках там, ну, мне ближе ведь, о женщинах тоже. Они обиделись, что мы про моды женские мало говорим. Пожалуйста, в 1978, ну, кто мог себе позволить, в моде все еще пушистые грибы и специальные лисы, барбары, это не вышло из моды, но топосромнее носили ози и платоч и белень, и там смотришь на фотографии, и просто вязаная шапочка, и все. Вот, вообще вязаная начали входить в моду, и у мужчин появились уже символи Олимпиады, и шапочки назывались они петушок, они 80-е, была тогда уже первая Олимпиада, 80-е, грубо было вышито, это была синтетик, они были холодные, но вот с чем только они носили ими-то, конечно, уж не было их там, если носили, то это старые уже еще 50-е, 60-е, дерматиновый урт, и вот, и это, еще остат этих клишей сверху петушок, то есть несочетабельные. Ну, смотри, вот насчет вязаного, как бы мода была вполне практичная, потому что магазины были пусты по этой части, а вязаные вещи люди делали сами, очень много, как раз активно стали люди на машинках вязать вот на этих, вот помнишь эти, хрум-хрум-то которые... Не совсем пусты были, магазины все-таки были заполнены, но там висели унылые драповые пальто с ватными плечами, там и это женские, нелепые зимние вот эти искусственные шубы, вот, которые свайлачивались, они были холодные, тем не менее, ходили, недавно я одет какой-то, видимо, на улице Лепсе бар, такой, скорее всего, притон для такой публики, скажем так, невысокого социального пошиба, и зимой еду, мужик в этой, вся она уже свалялась, свала искусственная шуба, такой релект, из 70-х, ладно, ладно, про женщин, тогда вспоминаете, дамы, вы подводили глаза мягким рандашом живопись, который продавался для художников в магазине, вот здесь, на Володарском художном салоне, там был комплект, в комплект входили черный, синий, зеленый, речневый, серый рандаши, обычно иногда, даже вот активно могли синуться, вот, а потом разбирали, какой цвет подходит, тушь продавалась в брусочках, вот была тушь, если кто даже помнит, ино, Иван Васильевич меняет профессию, да уж, я там плевала в эту тушь, и еще, вот это было поплевать, и все, и это же тоже покупалось в чужах на барахол, и там же ходили цыганы, и разбалтывали такую самопальную тушь, их-то пробирках, вот туда, видимо, стригли, от конфет, вот эту фольгу, намел, и мел, и усочи, и засовывали в эту самопальную тушь, и чтобы она не упала на дно, вот постоянно, вот, наносили тушь ленинградского производства зубной щеткой, вот, потому что щеточки, которые были внутри, быстро склеивались и выходили из употребления, вот, чтобы тушь озалась и ресницы гуще между слоями туши лали слой пудры, бедная женщина, ну, что делать, красота требует ну, это вот я не знаю, лали для ногтей тоже не радовали однообразием, вот я не знаю, но доставали, что-то было ведь, наверное, и в магазинах, вот, ну, у всех, понимаешь, вспомни эту систему блата, когда у всех есть какие-нибудь знакомые, у которых есть знакомые, и так постепенно, ведь товар-то выпускался, просто он не доходил, для создания вот хорошего эффекта, мелко нарезали фольгу от инфета, вот, вот в тушь для, в тени, точнее, замешивали в лак, вот, и одно, вот в 78-м писком считались цветы на ногтях, и чтобы ногти расцвели цветами, надо было идти на почту, цветы вырезались из мелких кружочков, которые оставались от телетайпной ленты, наносили иголки, вот на ногти, и порвались другим слоем, вот, ну, конечно, да, все у всех было, одинаковая мебель, одинаковые серванты, у кого побогаче ГДРовские, Югославские стенки, псевдохрустальные люстры, там, и это, ну, и жилищный кризис в 78-му году, все-таки имел место, ведь не было возможности ни купить, ничего, а это заглохли, вот в 60-е годы строили самозастроем, дома, целые, целые районы, вот, например, на болоте, вот там, заводчане сами после смены выходили, ну, кооперативы же создавали жилищные, между МЖА и вот этим самозастроем, в 70-е была пауза, да, и заводы не давали самозастроем, и кооперативные движения не было. Ну, смотри, ведь тогда же и предприятия довольно-таки заметно сократили вот строительство жилья, потому что, вообще просто упадок уже начинался, в том числе и на предприятиях, они же у нас половину города застроили на самом деле, а потом как-то снилось вопроса. Тем не менее, что город рос из деревень, отток, был и был и был, все стремились куда-то, хотя, вот, ну, заметно было уже, концу года, на полках гастрономов, больше, магазины самообслуживания, они возникли и быстро отменились, потому что воровство зашкаливало, там, магазины самообслуживания, дотянули из прилавков умудрялись, мечта был, первый магазин самообслуживания, 78-му у нас не было уже этих магазинов, потому что все перли, все, что можно, но в 78-м типичный вид гастронома, ну, мы уже вспоминали селед у Иваси, водка была, 362, 4,12 столичная, продавалась она с 11 утра до 7 вечера, вот, Иваси уже, кстати, 79-му году, мне сказали, пропала куда-то, вот, уже, уже и не было, ну, в магазинах на пол были огромные терионы энсервных банок «Завтрак туриста», это перловая, кто пробовал, редкая гадость, ее не забудешь никогда, «Завтрак туриста» не забудешь, «Завтрак туриста», это перловая рука разваренная, и в нее добавлено размолота иль автоматин, видимо, это, да, уже энсервы иль были просрочены, вот, их переваривали, размалывали, добавляли перловку, и вот, кто-то ел, ну, с голоду не умереть было, честно говоря, вот уже был такой «Завтрак туриста», сколько копеек стоил, господи, если у себя там даже бомж там сдал бутылу, он купил иль и хлеба, завтрак туриста, то есть, «Колько три копейки» стоило, а бутыл и можно было сдавать там по 20, за 100 граммов 30 копеек, стояли трехлитровые банки, говорились вечно с зелеными помидорами, то есть, вот эти, были томаты, я не ел, не знаю, ну, иногда на закуску шли вполне нормально, вот эти банки трехлитровые, что сделать? И стояли банки с такой желтой жидкостью, которая называлась «Березовый сок», а потом уже, ну, кто столь надоит берез, это, конечно, обычная вода, подсластители, химические, и лимонная излота. В городе были перебои, то со стиральным порошком, то с чаем, то со сливочным маслом, вот из которого вода выдавливалась, бутербродное масло было, да. И, кстати, и Реви прошла, не знаю, там это в рамках, в масштабах всей страны или сами власти, у нас всегда и пьянство было, я уже говорил, оно процветало и нарастало, вот была дремная, рабочие заводов, после смены, вот, сэкономив на обеде свой рубль, сидывались по рублю, подплавлены сыром, или чего-то, ну, вот поэтому, по разным причинам, видимо, решили еще далеко до Горбачевской, этой антиоргольной кампании, в 78-м году, решили ограничить производство и продажу водки, и возникли очереди, это уже под осень, возникли перебои с водкой, возникли очереди, и при штурме винного магазина, где-то в районе Лепси, на Лепси, затоптали женщины. Ну, там не винный магазин, там овощной магазин, но овощные тоже торговали, я знаю этот магазин, он в полуподвале. Там смели железные двери и умудрились затоптать, поэтому с алкогольной кампании резко завязали, вот, все таки, вот, и стали... Причем информация эта попала в мировые средства массовой информации, то есть мы о ней узнали, извини, с радио BBC, там, с радио Свободы, вот они об этом сообщали, стало известно. Ну, лето было, вот, все сетуют на нынешнее лето, что вот дождливое. Да мы с этого начали, когда услышали твой хриплый голос. Лето 78-го года тоже было дождливое, хотя на пляж удалось ходить несколько раз, но тем не менее, вот, мне помогло сдать после армии сразу две сессии, потому что, в принципе, каждый день дожди, 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 и вот такая же рябина была, и грибы были, и очень ранняя осень, когда урожай засыпало снегом, и студенты рабочие осами убирали урожай, потому что область должна была отрапортовать, что поля убраны, все это сгнило и пропало, и вот это, и ранняя холодная осень, она сменилась, но это уже следующий год. Самому новому году ударили морозы под минус 54 градуса, когда следующие 79-е встречали без газа, электричество с порванными. Жень, через две недели поговорим, сегодня у нас время прошло, по крайней мере, тема на следующий год у нас точно есть, это самая холодная музейма на нашей памяти. Жень, спасибо, наша программа закончена, до новых встреч. Сделано в ветке.